Доброе утро, дорогие друзья! Хорошей недели! Мы начинаем нашу новую недельную главу, которая называется Карах. Написано, я делился Карах, сын Ицгара, сын Кихата, сын Леви. И не писается, что это сын Якова. Наши мудрецы говорят, что его действия никак не соответствуют действиям Якова. Яков от него далеко. Что касается Караха, кто он был? Это Левит, человек уважаемый, которому доверили носить ковчег завета, был очень высокого положения человек. Он был мудрецом Торы, был грамотным. Ведь в Египте в основном еврейский народ был рабами, а левиты не были рабами. Потому что, когда фараон позвал всех на субботник, левиты сказали, мы по-любому в субботу не работаем. Мы лучше умрем, чему работать в субботу. И фараон их не тронул. Так и они остались полностью свободными людьми. Так же, как жрецы египетские были у них в почете. Вот у них были отдельные участки земли, их никто не трогал. Так же и еврейских священников оставили в покое. Вот левиты были такими. Все это было в заслугу Йосифа. Как это получилось? Получилось так, что жена Патифара, сказала, что Йосиф с ней переспал и сделал с ней запрещенные действия. Она сказала это мужу и показала на кровати у себя пятна. И говорят, вот это вот след его спермы Йосифа. Патифар не был глупым человеком. Он призвал мудрецов египетских, вот именно вот этих вот священников, египтян, жрецы они назывались. И они сказали, что это куриный белок. Потому что они взяли простынь и провели ее над свечкой, над огнем. И эти пятна затвердели. Они говорят, если это было бы сперма, она бы слетела от огня с простыней. А это куриный белок. И он то понял, что жена его обманывает и Йосифа не казнил. И посадил его только в царскую тюрьму. Дальше мы знаем, что происходило. Но за то, что они так поступили, справедливо жрецы, то Йосиф сделал так, что землю ихнюю фараон не забрал. Когда Йосиф скупил всю землю египтян, поменял их всех местами, тоже на юге стал на севере, для того, чтобы нам было легче, когда мы придем в Египет. Вот земли жрецов остались неприкосновенными. Вот так. И так Арах, будучи свободным человеком, дослужился от того, что он стал главным казначеем страны египетской. И впоследствии он находит деньги, золото, которые Йосиф собрал со всего мира, когда продавал для фараона зерно. И со всего мира люди приходили покупать. И вот этим богатством он воспользовался, когда мы выходили из Египта. Он взял в долг весь золотой фонд страны египетской. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дал за понятие души моего папы Яков бен Наху, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Балмалка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, Роза бад Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Заздоровая Светлана бад Клара, Борис бен Мария, Анна бад Ривка, Полина Перв бад Соня Сура, Лена бад Клара, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бад Ида, Сафира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Лер Бен Клара, Юлия Бат Белла, Мазл Парасас Гула, Ирина Бат Ури, Орона Ребен Ури, Захарошедух Орона Ребен Двойра, Днис Бен Ахум, Авигайл Бат Сарам. Всем всего самого наилучшего. Передавайте это видео вашим друзьям. Делитесь им. И подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.